Приветствуем всех в студии Балаковского репортера. Я Надежда Бабалова и у нас в гостях Андрей Александрович Иршитнёв. Это руководитель Балаковского филиала ПАУТЭ Плюс, то есть главный теплоэнергетик. И мы сегодня с ним обсудим очень важную тему, готов ли наш город к осенне-зимнему отопительному сезону. Здравствуйте. Добрый день. Можно ли сказать, что наш город готов? Можно. Что было сделано для этого? Мы этим занимаемся, скажем так, с начала окончания отопительного периода 2021. В первые же дни после окончания отопительного сезона мы приступили к подготовке города к следующему отопительному сезону. Ну, в целом, по-крупному сказать, порядка 200 миллионов рублей было направлено на подготовку города к ОЗП 2021-2022. Первым этапом подготовки сразу же после окончания отоп-сезона, это было проведение гидравлических испытаний. Как все, наверное, жители города уже заметили, гидравлические испытания в этом году проводились немного по другой схеме. Их было пять этапов. Первый был без отключения города, полностью проверялись магистральные тепловые сети. И было три этапа, которые были распределены на островную, закональную, центральную часть города с постепенным отключением одной из частей города, остальные жители получали горячее водоснабжение. Ну, и пятый контрольный этап после проведения основных ремонтов тепломагистрали внутриквартальных сетей. Гидравлические испытания нам позволили выявить дефекты, какие-то критичные места на трубопроводах, скользящих, неподвижных опорах, для того, чтобы нам все это устранить и подготовить город к ОЗП. Много ли было порывов выявлено? В основном на каких сетях? На крупных или, может быть, прямо около домов большинство порывов было? Ну, по-крупному сказать, у нас после гидравлических испытаний выявлено 196 повреждений, из которых только 46 на магистральных сетях. Остальные все на внутриквартальных сетях, которые находятся у нас на эксплуатации. Они, в принципе, все знают, что это собственность города. Мы их только эксплуатируем и вкладываем в текущий ремонт этих сетей. Естественно, мы у них вкладываем, ремонтируем, ни одной дырки не оставим, чтобы обеспечить жителей горячей водой и центральным отоплением. Общее количество на сетях, если по цифрам посмотреть, в этом году порядок цифр такой, что на сетях СО с начала года повреждений порядка 200. Это на внутриквартальных и на сетях, которые ГВС, 225. Мы видим резкое старение сетей горячего водоснабжения. Вот оно крайне заметно в последние два года. Ну, смотрите, балаковцы жаловались в основном на что после вот этих гидравлических испытаний, что вроде везде дали, а вот в нашем доме или там в нашем микрорайоне не дали. Есть ли какой-то срок устранения вот этих всех выявленных повреждений для того, чтобы жители были с водой и впоследствии там и с отоплением тоже? Ну, согласно 354-го постановления, нам в принципе предусмотрено 14 суток на прекращение горячего водоснабжения, но мероприятия, которые мы проводили по гидравлике в этом году с разбивкой по этапам, позволили нам бросить максимальные силы на, скажем так, одну треть города, потом на следующую, на следующую. Мы старались вложиться в этом году в 7 дней. Это наша задача, мы к ней стремимся, мы будем к ней стремиться и в следующем году сделаем корректировки по гидравлическим испытаниям, о том, что люди жалуются, у меня дали, у меня нет. Я скажу так, мы проводили гидравлические испытания в первые буквально два дня на неделе, третий день, четвертый на устранение повреждений и дальше запуск города. И мы не можем технологически запустить одновременно все дома. Мы запускаем те дома, где нет повреждений, дальше мы устраняем параллельно повреждения на те дома, где они образовались, и поэтому идет постепенное включение по домам. Такое может быть, что от одного ЦТП включено три дома, дальше есть повреждения, естественное устранение, мы включаем их только на следующий день, может быть, через день. В этом году, я еще раз повторюсь, старались вложиться в 7 суток, чтобы к следующему понедельнику все люди были. У нас был год, может даже и не один, когда у нас гидравлические испытания вообще не проводились. И потом это повлекло, да, у нас большое отключение, отопление по городу. Вообще возможно повторение вот этой ситуации, когда весь город у нас сидел без отопления или без воды, например, может остаться? Такого не было, чтобы гидравлические испытания не проводились. Повторение такого, то, что вы вспоминаете историю 2016 года, зима 2016-2016. Да, ситуация была сложная, проблемная, оставался город на пониженных параметрах, все восстановили. Но тот комплекс мероприятий, которые мы сейчас проводим, он и направлен на то, чтобы горячее водоснабжение, центральное отопление было у людей надлежащего качества и ресурс поставлялся в том объеме, в котором он необходим для того, чтобы жителям было комфортно жить в своих квартирах, у кого-то в домах, где подведено отопление. Но я не думаю, что должно быть такое повторение, потому что тот комплекс мер, мероприятий, которые мы провели в этом году по подготовке к зиме, это и проведение внутритрубной диагностики. Это в этом году, первый раз Балакова, мы прошли роботом, который методом акустического резонанса и видеофиксации проходит по трубам диаметром от 300 миллиметров и делает полную диагностику с толщинами три трубы, с визуализацией внутренней поверхности, где-то наросток, где-то еще какие-то отложения, даже посторонние предметы, которые там нарушают гидравлику или что-то. В этом году проведено внутритрубной диагностики чуть более четырех километров. Причем участки были выбраны таким образом, чтобы нам исключить максимум проблем в зимний период под дорогами, под Саратовским шоссе, на шлюзовом мосту, где, ну, сами понимаете, со скрытием проблем. А комплекс внутритрубной диагностики позволяет сделать все без скрытия, дорожного полотна, либо там и на мосту. Сейчас знаем, федеральный трасс тоже проблематичный там с этим. Вот, да, внутритрубная диагностика замечательный способ. Мы все это видим, во-первых, и на экране одновременно с тем, как проводится диагностика. Все это фиксируется специальным программным комплексом, который обрабатывает все данные и выводит отчеты с техническим состоянием трубы, с остаточным ресурсом этой трубы, с рекомендациями, сколько эта труба может еще проработать и когда мы должны ее заменить, когда подходит критика. Да, выявили некоторые места, но такого критичного, что вот все, ах, и это зима. Нет, такого нет. На основе этого внутритрубной диагностики, этого метода, мы сейчас уже строим планы на следующий год под замену. Очень хороший способ диагностирования и многое нам показал. Что касается еще подготовки к зиме, ну, один, наверное, из значимых таких мероприятий, одно из значимых мероприятий, это окончание все-таки работ четырехлетних по улице Тарнавской. Мы полностью заменили в течение четырех лет трубопровод от 30 лет победы и до Саратского шоссе, в ППУ изоляции, с системой СОДК, гарантийный срок эксплуатации данных труб порядка 30-35 лет. Одновременно с этим проводилась реконструкция и тепловых камер, ну, соответственно, потом восстановление благоустройства и всего. Теперь мы, ну, помним, когда в 18-м году на бульваре Рос на пересечении тоже был определенный инцидент, ночью варили, днем пытались дальше восстанавливать, восстановили горячее теплоосновление, центральное отопление для людей. Теперь мы спокойны за этими краями, которые обеспечиваются отоплением и горячей водой по улице Тарнавской. Это довольно-таки большой массив до Тарнавской и практически до набережной. Кроме того, ведем постоянно, я уже повторюсь, наверное, после окончания топ-сезона мы начали плановые работы по замене трубопроводов. На данный момент, на 1 сентября заменено порядка 6 километров трубопроводов в основном, там реквартальные сети, сети ГВС. Износ там, конечно, намного больше, чем у магистральных. К сожалению, пока вложиться капитально в них не можем, согласно условиям договора. Значимое мероприятие, я считаю, в этом году, которое мы проводим, это замена порядка 1 километра трубопроводов в варочных проемах в домах 9-11 микрорайонов. Не для меня, не для жителей, наверное, не секрет, что до этого, много лет назад, все эти арки были затоплены какими-то там сопутствующими водами, ливневкой, еще чем-то. Станет трубы очень непригодная, и мы каждый год туда ныряли, меняли кусками. В этом году мы полностью в 13 арках вскрываем асфальт и меняем трубопроводы и горячего водоснабжения, и центрального отопления, чтобы не поиметь проблем в следующем году, потому что завязано очень много жителей на этих арках. Дома все большие, тоже вот считаю такое значимое мероприятие. Ну, кроме того, продолжаем мы подготовку города к зиме в плане цифровизации. Если в предыдущие годы мы оснастили приборами учета все центральные тепловые пункты по горячему водоснабжению, центральному отоплению, по центральному отоплению 53 групповых бойлера, в этом году продолжаем работу по оснащению групповых бойлеров приборами учета по горячему водоснабжению. Это нам позволяет, во-первых, поддерживать качество горячего водоснабжения, центрального отопления и оперативно реагировать на те недостатки, которые происходят в эксплуатации. То есть мы в режиме реального времени, у нас опрос по приборам происходит каждые 2-3 минуты. Меняются показания, которые идет опрашивание оператора. На ЦТП это видит у себя на приборах, и начальник смены тепловых сетей это постоянно видит на видеостене, которая расположена перед ним, все параметры. Если что-то видит на ЦТП, он может провалиться в дом и посмотреть по приборам учета, установлен на доме, что происходит. Вплоть до того, что мы видим разницу расходов и есть повреждения, то есть мы бежим туда, не ждем когда-нибудь. То есть цифровизация была, будет и будет продолжаться, и на следующий год мы планируем уже некоторые мероприятия. Это будущее страны и наше будущее. Это работа, которая проводится в ЦТП, да, получается? На групповых балерах, в ЦТП. Тепловые камеры мы уже оснастили 2 года назад. Хотелось бы задать вопрос тогда, если вы производите цифровизацию, люди там остаются работать или нет? А цифровизация это же учет, она никак не влияет, не заменяет человека. Он был учет, но он был манометр, датчик. Теперь это все выводится в автоматическом режиме, и все это никак не заменяет оператору. Ведем работу по замене теплосетевого оборудования. В прошлом году мы заменили на 5 ЦТП, да, 16 теплообменников на пластинчатые. В этом году у нас замена порядка 24 теплообменников тоже на 5 ЦТП, ну, на кожухотрубные, для того, чтобы повысить качество. Как мы все прекрасно помним, последние 2 года мы проводим еще и к тому же диагностику, скажем так, с помощью ввода уранина. Когда мы подкрашиваем воду в зеленый цвет, мы сразу же видим, где у нас проблемы. Так называемые тархоны люди. Мы же привыкли, что он бывает такой периодически. Он безвредный, абсолютно. На него есть все сертификаты САНПИН, и все, он разрешен. Причем вся информация доступна в интернете, если кто-то там сомневается. Вот. Он нам позволяет диагностировать, смотреть, где повреждения, ну, относительно позволяет найти, кто где-то у нас, возможно, сливает. Естественно, позволяет найти повреждения в теплообменниках. Повреждения мы устраняем после того, локально. И эти теплообменники идут на следующий год вот уже в замену. Таким образом, мы 24 выявили, в этом году 24 меняем. Эти испытания тоже будут продолжаться. Ну и город весь у нас сейчас в благоустройстве. Мы не оставляем тоже эту тему. В этом году у нас на треть больше, чем в прошлом году заложено финансирование. 14,5 миллионов. Подрядчик это у нас ООО ПИК. Ответственность за качество на нем лежит тоже довольно-таки жесткая. Три года гарантия. Если будут выявлены какие-то недостатки, все будет устраняться за его счет. Все замечания, все абсолютно недоделки, которые возникают в процессе, там, ну, от жителей приходят замечания. Стараемся восстановить тут же сразу срок и продолжать дальше работать. Ну, смотрите, после каждого поста в соцсетях, в СМИ о том, что прошли вскрышные работы и все это заложили асфальтом, люди все равно пишут, что он проваливается, никто ничего не восстанавливает якобы. Ну, вернее, восстановит, но не вернут потом. Например, он провалился, никто не обращает внимания. Переводят часто, в пример, улицу Тарнавскую, что там вроде все заасфальтировали, но он периодически местами проваливается. Какая реакция у вас должна быть, чтобы потом в итоге улица Тарнавская та же самая была ровная? По улице Тарнавской, я скажу так, когда были три года назад замечания по провалу асфальта, ну, конкретно в районе остановки, сразу же в этот год все было переделано. Далее, в течение двух лет сейчас асфальт в районе, там, 25-й, по-моему, дом, он немного, да, поплыл. Но здесь не столько наша причина, сколько причина в собственниках тех магазинов, которые расположены, которые на своих газелях, и на всем подъезжают туда и просто его сдвигают колесами. Он от этого плывет. Но мы никоим образом не хотим уходить от ответственности. В любом случае, там, подрядная организация, которая выполняла техническое перевооружение трубопровода по улице Тарнавской, в этом году восстановит все. Мы не будем перекладывать это на кого-то, на хозяев магазинов, еще что-то. Мы в состоянии сами переложить по гарантии, по гарантии, и все это восстановить. Ну, то есть, вот смотрите, даже взять, как пример, улицу Минская. Все знали прекрасно, что если там проводятся работы, даже если там утрамбовать очень сильно, все равно будут провалы. Но все равно, тем не менее, люди возмущаются в этом году, что там образовался этот провал. Он будет устраняться? По улице Минской мы уже, скажем так, второй год с подрядчиком ведем переговоры, и он никаким образом не хочет идти там навстречу. Тот, кто выполнял работы, небезосневестная там фирма, которую, ну, были нарекания к ней. Да, мы ее восстановим своими силами, и дальше уже в каких-то своих там правовых решениях будем разбираться с той фирмой. Да, мы ее восстановим. Смета подготовлена. Будет восстанавливать также ООО ПИК. Сама технология восстановления предусмотрена. Сейчас мы просто немного обсуждаем, решаем вопрос, то ли мы будем с перекрытием полной дороги на ночь сделать, чтобы нам, ну, более качественно сделать, то ли по полосам перекроем. Однозначно это до холодов все будет устранено. Если балаковцы видят, что где-то что-то провалилось, куда им сообщать, и будет ли от этого вообще толк? Ну, у нас сейчас ведется электронный журнал жалоб. Телефон 611-500 никто не отменял. В дневное время там сидит человек специально на этом телефоне, отвечает на все, чтобы немножко разгрузить начальника смены. В вечерние часы, в ночные часы. Все жалобы, абсолютно все жалобы, стекающиеся касается благоустройства, качества ресурсов, установки счетчиков, даже хотя это вроде как бы энергосбыт, мы принимаем. То, что касается нашей деятельности, это на утренней промерке разбирается каждый раз, ставится в планы работ. То, что касается, не нас передаем в соответствующие организации сопутствующие. В 611-500, пожалуйста, мы только рады замечаниям, чтобы сделать жителям более комфортную среду и обеспечить их надлежащим ресурсом. Т-плюс. Большая организация. Вот сейчас, например, многие крупные такие организации, заводы, предприятия ведут социальную деятельность. У вас в чем заключается ваша социальная ответственность? Ну, если тоже так по-крупному, как крупные предприятия, мы по ОТ-плюсу на федеральном уровне рассматривают гранты и заявки от некоммерческих организаций, от муниципалитетов. Где-то выделяется финансирование, где-то выделяется еще что-то. Кроме того, мы являемся партнером баскетбольной детской лиги Кэсбаскет, в которой участвуют и команды Балакова, и Саратовской области. По всей стране довольно-таки знаменитая лига Кэсбаскет, очень активно в ней участвуем. Кроме того, сотрудничаем с музеями, домами престарелых, принимаем участие во всех акциях благотворительных, стараемся принять, которые происходят в Балаково. Недавно ездили в детский дом у нас сотрудники, поздравлялись 1 сентября. До этого и вдвоем престарелых были везде. Кроме того, и с музеями сотрудничаем везде. Стараемся по мере возможности участвовать во всех организациях. Волонтерское движение у нас хорошо развито. Волонтерское движение, которое касается бездомных животных. У нас сильно занимаются люди, увлеченные, скажу так. С поддержкой предприятий на своем уровне. Что касается вопроса... Например, поддержки школ. У нас же предприятия поддерживают школы, или СУЗы, или ВУЗы для того, чтобы растить смену. Вам эта смена нужна? Вам нужно ее растить самим? Или у вас хватает сотрудников? Смена нужна в любом случае. Молодежь нужно поддерживать и двигаться в этом направлении. Ну, я скажу так, что на уровне школьников пока, пока, я думаю, что 99% нет определенности, что он хочет работать в тепловых сетях. Да, атомная энергетика велика. Да, это... Поэтому атом-классы, да? К тому же, очень большое количество родителей. Там, вот, классы ФОСАГР, да, тоже большое предприятие. Да, понятно. Где какой-то складывается. С тепловой энергетикой немножко по-другому. В нее приходишь, в нее потом втягиваешься, в нее засасывает, и только тогда. И люди уже принимают решения в более зрелом возрасте. Это студенты средних специальных заведений, студенты высших заведений. И у нас плотное сотрудничество по поводу... И у нас проходит практику. Приходят студенты потом на работу с Павловским колледжем, с нашим институтом техники, технологии и управления. У нас даже сотрудничество в том плане с институтом, что в прошлом году собрали группу из наших сотрудников. Мы оплачиваем там часть обучения со стороны предприятия. Своих сотрудников обучаем, привлекаем также студентов и на практику приглашаем. И сотрудничаем в различных мероприятиях во всем. Одним из примеров сотрудничества еще создание кафедры на базе ТЭС-2 в городе Саратово. Тепловая атомная энергетика. Прямо на базе ТЭС-2 создана кафедра, на которой студенты Саратовского технического университета приходят, проходят практику, знакомятся с предприятием, потом остаются работать. Ну это вот в плане, в рамках области и города, по стране, конечно, это намного больше, в других регионах. А вообще у вас как с кадрами? Текучка есть или все равно есть костяк, который никогда никуда не уходит? Костяк есть, он есть и остается. Тех специалистов, новых пришедших специалистов за последние вот три года, наверное, пришла часть молодых специалистов, которые развиваются, хотят остаться на предприятии. Я бы не сказал, что у нас огромная текучка какая-то кадров, кадры уходят, приходят на всех предприятиях. Оно в рамках той текучки, которая есть в области и в стране она так и есть. Чем вы держите? Зарплатой? Условиями какими-то, социальной ответственностью опять же? Зарплата? Ну, зарплата средняя по региону, как и везде. Но у нас довольно-таки хороший соцпакет, белая зарплата, выплачивается два раза в месяц, день в день. Никто не задумывается, что ему там завтра она придет, сегодня, а может там через три дня. Очень большой пакет услуг по ДМС у нас предусматривается. Кроме того, в течение всего года у нас проводится очень много корпоративных мероприятий, в которых участвуют. Молодежь у нас участвует во многих всероссийских конкурсах. Когда? В начале лета, да, ездили на КСИН, участвовали в международном конкурсе КСИН в Москве. То есть, конкурсы мастерства, да, в профессиональном участии? Там молодежный конкурс, который предусматривает уже стратегию развития в будущее, которые предлагают то, что энергоэффективные мероприятия, развитие предприятия в будущее. Такой инженерный конкурс. Конкурс профессионального мастерства, да, проводится. Последний был на базе саратовских тепловых сетей в конце июля месяца. Все команды ПАУ ТПЛЕУС приезжали, проводился конкурс профессионального мастерства среди тепловых сетей. Вот вы сейчас упомянули о том, что взгляд в будущее у вашей молодёжи. Нашей ТЭЦ сколько лет? Она смотрит в будущее или всё-таки приходится уже задумываться о её дальнейшей жизни? Сколько лет? Причём тут возраст и состояние оборудования? Ну всё равно, оборудование тоже изнашивается. Или оно может капитально всё замениться, как новое? Давайте немножко... Во-первых, я скажу так. Последняя зима была довольно-таки для нас холодной. Максимум нагрузки было 401 гигакалории. Я специально посмотрел, мне прям это очень было интересно, сколько же мы несли нагрузки. Располагаемая мощность ТЭЦ-4 на данный момент 1052 гигакалории часовых. То есть она превышает ту мощность, которую мы выдавали в 2,5 раза. Это первое. Второе. Подогрев сетевой воды происходит не только с сетевыми подогревателями турбин, которых на станции 6. Ещё и пиковые подогреватели отдельно могут греть. Кроме этого, два водогрейных котла ПТВМ-180. Теперь дальше. ПТВМ-180. Реконструкция одного из них была проведена в прошлом году. Замена поверхностей нагрева, изоляции, всё-всё-всё-всё был восстановлен, был полностью разобран и полностью собран. В этом году заканчивается реконструкция второго ПТВМ. Кроме того, ежегодно проводятся капитальные, средние оборудования, турбины, котлов на станции 25 сетевых насосов. В работе зимой порядка 8-9, в зависимости от нагрузки. И все насосы проходят, кроме технического обслуживания, ещё и капитальный ремонт. Не каждый год, да, по плану, но мы готовим оборудование ТЭС-4. И оборудование, я ещё раз повторюсь, мы можем греть воду сетевую на город, как турбинами, так и отдельно пиковыми балерами, так и отдельно котлами ПТВМ. Котлы ПТВМ, они два ПТВМа, нагрузка 180 гигакалорий, то есть 360 гигакалорий они выдают. С учётом пиковой нагрузки, я говорю, 401 гигакалория. То есть оборудование станции, так же как оборудование тепловых сетей, каждый год готовится. Готовится и готовится основательно, так же с окончанием отопительного периода, к внесению нагрузок в осенне-зимний максимум. И возраст, то, что вы спрашиваете, возраст. Возраст это не значит плохо или хорошо с оборудованием. Возраст, наверное, это больше опыт. То есть, каждую зиму, наверное, возникают вот эти вот слухи, ааа, там всё плохо, там рвануло и всё у нас скрывается. Слухи распространяют, скорее всего, неграмотные люди, которые плохо представляют состояние оборудования, плохо вообще представляют технологию того, что там происходит. Да, то, что шумит, да, это технологический процесс растопки котла, это никоим образом не взрыв. Это технологический процесс растопки котла, доведение питательной воды до параметров по химическому составу, до тех нормативов, чтобы оборудование работало качественно. Нет, не будет. Слухи будут. Мы не можем на них повлиять. Слухи, наверное, будут. Но взрывов не будет. Ну, а если что-то всё равно происходит, вы же будете доводить это до населения или как? Естественно. Или устраните тихонечко, и вот эти слухи и родятся в итоге? Нет, естественно, всё по каналам связи, по оперативному передаётся, как положено в ЕДДС и так далее и тому подобное. ЕДДС, по-моему, ни от кого ничего никогда тоже не скрывает. Вы тоже за информацией туда же обращаетесь. Нет, все инциденты, которые происходят, происходили, мы передаём оперативно в ЕДДС. Сейчас многие производства начинают участвовать в туризме. То есть они приглашают экскурсии. Даже вот есть такое направление – индустриальный туризм. Вы не планируете такого? Мы проводили в доковидный период экскурсии и для школьников, и для студентов, и вузов, и средних учебных заведений. Но в связи с ограничениями по ковиду, сами понимаете, это оперативный персонал, на котором строится работа предприятия круглосуточно. Пока, наверное, не будем подвергать. Как только снимутся противоковидные все эти мероприятия, я думаю, что мы возобновим, потому что есть заинтересованность, обращаются, в основном школьники обращаются. Возобновим. Ну, школьники-то одно, а туристы, если, например, какая-то туристическая группа захочет. Ну, именно официальная туристическая группа, не просто собрали людей. Речь идёт, наверное, всё-таки больше о ТЭС-4, да? Ну, конечно. Ну, для туризма это категорийные объекты, постоянное посещение туда туристов. Я думаю, что это рассматривать надо вопрос на более высоком уровне. Объект действительно категорийный, всё на камерах, охраняется в Росгвардии и так далее. Допуск слишком, наверное, сложный будет. Ну, поэтому и люди говорят, скрытые объекты, мы ничего не знаем, что там происходит. И вот слухи-то и появляются. Ну, вы мне скажите, где у нас крупные предприятия, куда люди просто так заходят. Спасибо вам большое за беседу. Я надеюсь, что город у нас будет готов к зиме, и что нас не коснётся никакие отключения, и ничего у нас такого не произойдёт. Мы прикладываем все усилия к тому, чтобы подготовить город к зиме, и чтобы немножко успокоиться. Скажу, что у нас круглосуточно дежурят бригады, которые настроены на устранение повреждений в любое время суток. Если есть, ещё раз говорю, какие-то нарекания к нашей работе, 600-11-500, пожалуйста, звоните. Любые принимаем замечания, критику. Спасибо, что пригласили.